Вадиму Альперину избрали меру пресечения. Это одесский бизнесмен, которого подозревают в контрабанде. Генпрокуратура и антикоррупционное бюро обвиняют Альперина в попытке дать 800 тысяч долларов взятки детективу НАБУ, чтобы порешать вопрос открытого против него уголовного дела. Что решил сегодня Печерский райсуд столицы, знает Даниил Снисер. Почти полмиллиарда на кону. В НАБУ и ГПУ считают, одесский предприниматель нагрел госбюджет на сотни тысяч долларов. По данным следствия, Альперин использовал серые схемы при ввозе товаров в Украину по значительно заниженным ценам. В итоге правоохранители арестовали 450 миллионов гривен на счетах компаний, которыми владеет предприниматель. Разморозить их Альперин пытался через НАБУ, предложив руководителю главного подразделения детективов взятку 800 тысяч долларов. Взятие под стражу или 50 миллионов гривен залога просит у суда генпрокуратура. Свою позицию аргументирует тем, что Вадим Альперин помимо украинского имеет гражданство Израиля и в любой момент может покинуть страну. У Альперина защитников трое говорят доказательства прокуратуры не убедительны, а следователи, адвокаты горе-предприниматели вообще обвинили в фальсификации документов. Защита просит закрыть уголовное дело по взятке, ведь самой передачи денег не было, хотя факт такого разговора между агентом бюро и одесским бизнесменом адвокаты не отрицают. Сам Альперин практически не выступал, в заключительном слове произнес только «Я невиновен», после чего суд целый час решал, какую меру пресечения ему избрать. Защита с решением судьи не согласна. У нас есть несколько дней для того, чтобы сказать, что это судовое решение. Из зала суда Альперин отправился в СИЗО. Под стражей он пробудет как минимум до 24 января. Его адвокаты говорят, клиент, скорее всего, внесет залог, но даже под домашним арестом одеситу придется сдать правоохранителям все паспорта и надеть электронный браслет. Данил Снисар, Сергей Еременко, подробности, телеканал Интер.